Ребята, приветик! Я на своей даче. Сегодня у меня посадка гортензии. Гортензию я заказала в прекрасном питомнике. Но это не реклама, просто ребята хорошие. Поэтому покажу, что за питомник. Так. Питомник называется. Это маленькая крафтовая компания, которая занимается выращиванием хвойных и гортензий. У них великолепная коллекция гортензий. Очень редких, в основном метельчатых, ну разнообразные есть там гортензии. Я предпочитаю сажать метельчатые. Называется хвойная коллекция. Не реклама, но классные ребята. Они выбирают тщательно растения, присылают вам на согласование. Вы полюбите этот цветок. Он будет ваш, вас он устраивает. Поэтому вот хвойная коллекция, пожалуйста, можете заказать себе там гортензий. Выброс шикарный. Редких, замечательных гортензий. Это на выброс. Вот здесь у меня была роза. И вот здесь вот вокруг этой площадки тоже были розочки. Хотела я такую беседку сделать. Но они в этом году плохо вышли из зимы. И поэтому я решила в этой части, чтобы не заморачиваться, в нашем северном Подмосковье, не укрывать розы бесконечно. Роза останет у меня справа и слева от входа. Я решила посадить здесь метельчатый гортензий. Предварительно я подготовила посадочную яму. Вытащила грунт вот здесь. Заправила его кислым грунтом пополам с перегнившим компостом позапрошлогодним или прошлогодним и хвойными опилками. Получился очень хороший, легкий, проницаемый грунт. Выгрубила ямку, наверное, 60 на 60. Сейчас вытащу камушки и покажу, как буду сажать мою красавицу. Вот. Тут, наверное, сколько литров горшочек? Ну, литров, наверное, 5 горшочек. Вот. Сейчас я часть грунта вытащила. Кстати говоря, вот это замечательные лопаты фирмы Дэвид. Очень классная. Это австрийская фирма. Натуральные кованые лопатки. Опять получается реклама, но это не реклама. Но я очень довольна этим инструментом. Сейчас я сделаю ямку. Вытащу часть грунта. Видите, какой мягкий грунт, когда он уже предварительно подготовлен был. Просто шикарный. Вот. Учитывая, что ямка немножко осела, я сейчас посмотрю, насколько я глубоко буду закапывать. Пока этого достаточно, потому что уровень камушков и уровень верхнего слоя грунта должен совпасть. Иначе она будет в ямке. А я бы не хотела, чтобы она подмокала. Так, палочку пока вытаскиваем. Она нам пригодится. И начинаем нашу красавицу. Значит, гортензия называется... Гортензия называется сильвер-долларов, метельчатая. Довольно взрослая, хорошо развитый кустик уже. И даже на маленьком штамбике. Возможно, что ее на штамбике и буду выращивать. Сейчас ее попытаюсь вытащить из горшка путем перекатки. Немножечко помнем. Помнем немножечко горшочек, чтобы ком освободился. И вот таким образом постараемся вытащить. О, он прекрасно вытаскивается. Но я хочу сказать, корневая, развитая. Много маленьких белых живых корешков. Сейчас примерим по уровню. Вот так она будет сидеть низко. Вот то, о чем я говорила. Сейчас я ее полью. Она еще сядет ниже. Поэтому возвращаем грунт. Часть грунта. Я даже не из тележки буду. Вот так вот подкопаю холмик. Постараюсь ее здесь усадить. Усадить. Сажаю ее красивой стороной к дому. Соответственно, к забору она будет в той стороне, какой она сейчас есть. Поэтому сейчас ее посадим. Еще раз примем. Вот. Вот этот уровень мне уже нравится. Уже получается она как бы чуть выше уровня земли. Сейчас проверим. Палочкой. Нет, немножко повыше. Но учитывая, что у меня уклон, чуть-чуть ее можно посадить ниже. Буквально на 4,3 сантиметра. Так. Вот так. Вот. Вот так хорошо. Так, мне нравится. Только нужно штампик, чтобы стоял вертикально. Немножко ее выравниваем. Вот так. Все. Теперь, пока еще не засыпала землей, я ее полью. Полью. Водичкой. Так. И нужно посадочную лунку засыпать. Засыпать удобрение. Так. Немножко, несмотря на то, что сейчас середина лета, я брошу посадочную лунку аммиачную селитру для того, чтобы вегетация еще все-таки была. Ну и плюс, чтобы осталось питание на следующую весну. Буквально горсть. Грамм 20. А в качестве калийного фосфорного удобрения я добавлю от Organic Mix. Это опять не реклама. Эликсир номер один для цветов. Здесь как раз комплекс усваиваемых хорошо этих элементов. Значит, форма НПК. Основные натрии, фосфор, калий. Плюс магний, калий, кальций, сера, железо и цинк. Фолиевые и гуминовые кислоты, витамины и аминокислоты. Вот я добавлю на 10-литровое ведро воды приблизительно 20-30 миллилитров. Так не делайте никогда, лучше палочкой. Ну я как старый огородник так делаю. И заливаю лунку. Сейчас все это дело осядет. У меня там есть дренаж. Потому что вот не из мелкого, а из крупного камушка. Я делала дренаж перед тем, как засыпать кислый грудь. Я хочу сказать, что гортензии, как вы знаете, очень любят слабокислую от 3,5 до 4. Или нейтральную слабокислую почву. Поэтому желательно все-таки, чтобы почва слегка закисленная была. И поэтому я добавляла туда кислый торф верховой с pH 3,5. И плюс еще добавила хвойную щепу, чтобы было питание. И чтобы щепа слегка закисляла. Вот так подправим ее. Чтобы она все-таки вперед смотрела. Вот. Влага ушла. Сейчас еще раз остаток вольем. Это получается 10 литров воды за дренаж. Все, сейчас питаются и будем засыпать. Ну вот, возвращаем грудь в посадочную лунку. Обсыпем ее по краю. Дырявая лопата копать хорошо. А насыпать не очень. Сейчас засыпем немножечко, утрамбуем. Чтобы все-таки была какая-то плотность в грунте. И посмотрите, что буду делать дальше. Походу мне надо руками это делать. Потому что лопата дырявая. Неудачный выбор. За ней немножко подсыпем. За ней немножко. Я подсыплю, подсыплю. Просто у меня туда сейчас нет доступа. Вот. Ну вот то, что я сейчас подсыпала, это, конечно, надо уплотнить. Почему? Потому что сейчас после полива очередного земля сядет. У меня для этого есть еще два ингредиента. Тот самый кислый грунт, который я использовала в качестве основы для заполнения посадочной ломки. Верховой торф кислый. Верховой торф кислый. Он и в качестве мучи, в качестве основного грунта, для того, что они не используются. Сейчас мы его распределим. Еще одним прекрасным инструментом, который я люблю. Так. Это у нас тоже Дэвид, Австрия. Придется звонить производителям, напрашиваться на рекламу. Вот. Сейчас мы это распределим. Аккуратненько. Чтобы у нас оставалось тот уровень земли, который был в горшке. Вот. Таким образом. Немножечко уплотним все это дело. А даже я бы сказала, что я немножечко, а как следует, уплотним. Не хочу просто наступать ногами. Но со временем, когда будут дождики поливать, вот, уплотнили. Это как раз уровень горшка. Прекрасные инструменты, кованые. Вот такая вот, не знаю, как ее назвать. Мелиоратор, или не знаю, как это. Не мелиоратор. Культиватор. Вот. Абсолютно деревянный. Ну, Австрия. Австрийцы всегда. И кованые изделия. Точно пойду в Дэвид на рекламу напрашиваться. Что мы делаем на финале? На финале мы берем... Совершенно бесценную вещь. Я считаю, для каждого огородника, для каждого садовода. Это мы убираем. Вот так. Это как раз хвойная щепа. Это щепа-лиственницы. И мульчируем весь, весь, пристворил круг. Наверное, не нужно рассказывать, для чего мы это делаем. Но на всякий случай скажу. Во-первых, он закрывает верхний слой от солнечных лучей. Здесь все-таки южная сторона. А во-вторых, после мульчирования... После мульчирования верхний слой не так... Спасибо за помощь. Это моя племяшка Анечка. Будущий... Будущий... Мировой дизайнер одежды. Ну, так лет через... Думаю, десять. Ну вот. Все, замульчировали. Ну, и чтобы было культурно красиво, сейчас мы прольем и камушки, и и щепу. Немножечко ее прольем. Получится у нас шикардос. Шикардос у нас получится. Так. Конечно, прольем, только мама выключила воду. А так все хорошо. Ну, что ты будешь делать? Ладно, фокус не удался. Сейчас пойду включу воду. Пока, Сималь. Костей. Слушай, а может, у нас свет выключили, поэтому нет? Насос не работает. Наверное, выключили свет, скорее всего. Сейчас посмотрю. Нет, свет не есть. Тогда не понимаю, почему нет воды. Ну, потому что бабушка взяла в руки. Бабушка вот так выключила. Сказала, еле сообразила. Нет, чтобы шланг отжать. Так. Вот это я смою. Грунт у нас уйдет под камушки. Здесь у меня под камушками геотекстиль. И пол геотекстиля отсыпан сначала крупный гравий, а потом вот этот мелкий, мелкой фракции, наверное, 20-40 гранит. Ну, все, Заюшка, я тебя посадила. А ты расти. Ну, что, ребят. Вот, собственно говоря, середина лета. Даже еще не середина. Сегодня у нас какое? 13 июля. 13 июля. Посадка метельчатой гортензии в кислый грунт. 14 июля. Предварительно подготовленную лунку. Значит, вы спросите, что елочка. Сейчас народ сразу напишет, что елочка рядом. Елочка еще поживет и порастет годика четыре. А потом елочку мы будем куда-то пересаживать. А может быть, уже на следующий год я ее пересажу. Потому что я хочу, чтобы здесь, возле дома, у меня как бы была низкая посадка. Вот. И все. Ну, и впереди еще вот эта красавица, которая называется гортензия метельчатая. Magical Moonlight. Ну, я ее буду сажать точно так же. Так что с Богом расти солнышко. Здесь солнечная сторона, но все-таки есть и паутень, потому что некоторые растения уже дают паутень. Вот такая вот классическая посадка. Метельчатой гортензии в середине лета. Всем пока. Обняла всех. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу